Открыли год, Алтай оказался крепче Кристалла, об этом говорит счет первого матча серии 6-4 в пользу барнаульцев. Сама игра развивалась по сценарию, одни убегают, другие догоняют. В роли догоняющих оказались в этот раз хозяева. При счете 4-1 в свою пользу, красно-синие умудрились растерять заработанное преимущество. В итоге Алтай все же убежал. Три очка в копилке, по-прежнему шестая позиция в таблице, через несколько часов вторая часть противостояния. Барнаульская ракета вновь в деле. Речь идет о лыжнице Яне Кирпиченко. Спортсменка, да и просто красавица, пополнила копилку медалей бронзы и Кубка Скандинавии. Эти старты, как позже отметит личный тренер Яны, стали для нее одним из важных этапов подготовки к юниорскому чемпионату мира. Турнир, так же, как и Кубок Скандинавии, пройдет в Финляндии. Расписание уже известно. 21 января Яна заявлена в спринтерской классической гонке, 23-го в гонке на 10 километров свободным стилем, 25 января в масс-старте классическим стилем на 15 километров. Начал положительно. Александр Суровцев, который сменил на посту главного тренера «Динамо» Сергея Шишкина, выиграл первый матч в новом статусе. Столь знаковое событие произошло в товарищеской встрече против сборной Лиги Бро. Как говорят в таких случаях эксперты, была одержана волевая победа. Вернуться в игру удалось благодаря Михаилу Максимову и Владимиру Завьялову. Победны забиты на счету Максима Полковникова. После зимней паузы динамовцы поэтапно начинают подготовку к заключительному весеннему отрезку чемпионата. Для начала размялись в настольный теннис. На следующей неделе начнут уже тренировки с мячом футбольным. Кирилл Политов. Наши новости.